Время говорить Сегодня Татьяна Минеева, заведующая кабинетом межведомственных связей Центром медпрофилактики Владивостокского клиникодиагностического центра. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. И Евгения Анатольевна Воробьева, заведующая Центром вакцино-профилактики Краевого клиникодиагностического центра. Здравствуйте, Евгения Анатольевна. Добрый день. Рада вас видеть у нас в студии. Насколько я понимаю, сейчас еще, слава богу, вспышки гриппа нет у нас в городе и в крае. Но тем не менее, какова ситуация? Может быть, я ошибаюсь? Ну, пока действительно у нас заболеваемость гриппом не регистрируется. Но тем не менее, повышенная заболеваемость именно острыми респираторными вирусными инфекциями, она имеет место быть. Это сезонное такое состояние наше приморское. Поэтому, конечно, говорить об этом нужно. А в преддверии именно гриппа, потому что скоро, не за горами, уже и появится и эта инфекция. Какие месяцы, как правило, самые опасные для распространения гриппа? Я имею в виду, когда чаще всего люди болеют? В какие месяцы? Ну, у нас обычно с конца декабря начинаются случаи гриппа. В отдельные годы, даже в октябре отмечались первые случаи гриппа. Но тем не менее, сейчас такой ситуации нет. Поэтому ожидается конец декабря, январь. Особенно учащаются случаи заболеваний. В дни школьных каникул и после школьных каникул, когда у нас дети очень много имеют контактов различных и выходят уже после каникул 10-дневных, начинают, конечно же, болеть. Иммунная система страдает. Евгения Анатольевна, одна из, наверное, самых основных мер профилактики, все-таки, и главных, это вакцинация против гриппа в том числе. Какова ситуация в этом году? Многие ли уже сделали прививки? Есть ли спад, может быть, рост желающих провакцинироваться? На сегодняшний день у нас привито 45% населения. То есть это те запланированные люди, которые должны были сделать прививки, начиная с сентября по ноябрь месяц. Вакцинация проводится у нас бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Вакцинации подлежат определенные группы контингентов. То есть это те, которым вакцина против гриппа жизненно необходима. Конечно, это в первую очередь люди старше 60 лет. Это беременные женщины, это люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, работники образовательных учреждений, студенты, ну и, конечно же, дети, начиная с 6-месячного возраста. Прививки на данный момент у нас, как я уже сказала, то есть мы сделали 45% охватили всего населения, но это еще не предел. На данный момент у нас дополнительно закупается вакцина для тех, кто еще по медицинским каким-то причинам не был привит вовремя, ну или кто забыл. То есть есть возможность еще привиться. И вакцинация начнется таких слоев населения со следующей недели. То есть еще не поздно сделать прививку для тех, кто не успел, так сказать, пока что. Милости просим. Пока еще не поздно. Принимаем меры профилактики необходимые, и можно еще сделать ту самую прививку. Мы чуть позже поговорим о видах вакцин, которые сегодня существуют. А сейчас мне бы хотелось немножечко вернуться к самой болезни, к гриппу. Татьяна Николаевна, ну когда-то давно грипп был таким страшным заболеванием, когда еще не было необходимых препаратов, лекарств, так называемая испанка. Это же на самом деле был грипп, который подкосил огромное количество людей. А вот в чем сегодня опасность гриппа? Потому что, насколько я знаю, появляются все новые и новые штаммы, формы этой болезни. Расскажите об этом. Дело в том, что грипп и раньше был опасен, и сейчас он тоже опасен. Опасен он своими осложнениями. Опасен тем, что люди, часто не обращая внимания на высокую температуру, на какое-то изменение в своем самочувствии, все равно продолжают ходить на работу, продолжают заниматься какими-то своими нагрузками обыденными. Порой и спортом даже продолжают заниматься. Порой, может быть, даже и спортом занимаются, не идут на прием к врачу, не обращаются, не вызывают врача домой. И, конечно же, все это чревато осложнениями для здоровья человека. А какие это могут быть осложнения? Ну, осложнения весьма и весьма различные. И атиты, то есть это воспаление среднего уха, и воспалительные процессы в носоглотке, и, конечно же, пневмонии, воспаление легких, очень тяжелое, очень опасное осложнение гриппа. Вот к слову о пневмонии. Насколько мне известно, в городе была отмечена вспышка. Да, много деток болеют, в школе даже некоторые позакрывали на карантин, школы и детские сады. С чем это связано? Потому что, насколько я читала информацию в СМИ, некоторые писали, что, по словам специалистов, еще пару лет назад таких вспышек не было. И вот сейчас, в этом году, в октябре, в ноябре, очень много, большое количество заболевших. Вы знаете, если говорить о заболеваемости пневмонией, то, в принципе, я проработала где-то 20 лет на участке педиатром, и в мою бытность периодически вот такие же подъемы заболеваний пневмонией именно отмечались. Но лечили мы тогда и в стационар отправляли по тяжести состояния, лечили амбулаторно на дому, участковые врачи лечили детей с пневмонией. Может быть, знаете, в чем еще отличие сейчас? Раньше была очень хорошая чувствительность пневмокока к пенициллиновому ряду. То есть, хорошо, дети у нас шли на пенициллине, на том обычном пенициллине. То сейчас, в общем-то, отмечается очень часто устойчивость возбудителя пневмонии именно к пенициллиновому ряду. Поэтому, как бы, выбор других препаратов может сделать исключительно врачи, исключительно в стационаре. Поэтому, конечно же, лучше всего это лечение воспаления легких, особенно у детей и у людей пожилого возраста, которым тоже чреваты осложнениями пневмонии. Конечно же, необходимо в стационарное лечение только. А вот что касается вакцинации от пневмонии? Евгения Анатольевна, расскажите поподробнее, как ее сегодня лечат? На сегодняшний день вакцинация против пневмококковой инфекции у нас проводится согласно национальному календарю профилактических прививок. Вообще, раньше мы проводили вакцинацию против пневмококковой инфекции. Улиц, как правило, это группы риска были. На сегодняшний день, с 2014 года, вакцина против пневмококковой инфекции внесена в национальный календарь для детей, начиная с двухмесячного возраста. В два месяца делается первая прививка, в четыре с половиной – вторая, и в 15 месяцев делается ревакцинация. То есть, это стандартная схема для всех деток. Проводится она бесплатно во всех лечебно-профилактических учреждениях края. Кроме этого, у нас также проводится вакцинация групп риска и взрослого населения на сегодняшний день. К таким, конечно, контингентам отнесены люди с хроническими абструктивными заболеваниями легких, бронхиальной астмой, хронической сердечной недостаточностью, ну и другие, конечно, категории граждан. Ну, как правило, на сегодняшний день у нас не все родители понимают, что вакцинация против пневмококовой инфекции так нам необходима. В основном, конечно, думают, что будет защищать материнские антитела деток. Но, как правило, материнские антитела уже начинают утрачиваться к двум месяцам, поэтому почему и вакцина рекомендуется именно начиная с двухмесячного возраста. Но, опять же, это хорошо в том случае, когда родители, мама вакцинирована, а у нас на сегодняшний день такого охвата профилактическими прививками, конечно, нет. И поэтому необходимо защищать деток, потому что именно в этом возрасте, до пятилетнего возраста они наиболее подвержены. Но, кроме этого, у нас еще пневмония же вызывает не только пневмококковая инфекция, у нас и та же самая вирус гриппа вызывает пневмонию и гемофильная инфекция. Поэтому против вот этих и самых тяжелых инфекций необходимо прививаться. Поэтому родители должны еще раз обратить на это внимание и прислушаться к мнению каждого медицинского работника. Не надо откладывать прививки, а делать их вовремя. То есть, правильно я понимаю, одна из причин таких вспышек заболеваний как раз может заключаться в том, что люди сегодня не привиты. И, соответственно, иммунитета к заболеванию у них нет, и, как результат, много заболевших у нас. Ну, конечно, с одной стороны, во-первых, то, что вовремя они привиты, а с другой стороны, то есть, многие считают, что вот они с какими-то хроническими заболеваниями, что им нельзя прививаться. А прививать можно как здоровых, так и нездоровых. Особенно люди с хроническими заболеваниями наиболее подвержены всем инфекциям, и поэтому они должны прививаться в первую очередь. Только нужно определить время и тактику иммунизации. Это все может сделать непосредственно участковый врач-педиатр или участковый терапевт. В чем такое основное отличие ОРВИ от гриппа? То есть, это ведь, по сути, одно и то же, да, но, тем не менее, эти болезни различают заболеваниями. Ну, грипп – это то же самое острореспираторная вирусная инфекция. Да, но мы как-то их градируем, как правило. Ну, градация такая идет, может быть, потому что все-таки тяжесть течения у гриппа имеет свои, как бы, особенности, и более чаще осложнение вызывает именно грипп. Начинается грипп остро, причем человек может сказать, в какой день, в какой час даже он заболел. То есть, я заболел вчера в 3 часа дня, может даже так сказать, потому что остро поднимается температура за 38 до 39 и даже выше градусов. Это головные боли, это мышечные боли очень сильные, и, может быть, слезотечение, то есть, недомогание очень сильное у человека. То есть, ну, тут, наверное, только постельный режим, исключительно постельный режим, исключительно вызов врача домой, никаких хождений по поликлиникам, никаких выходов, естественно, на работу, либо в школу. Вот только домашний режим, пока не нормализуется температура. Есть, конечно, и другие инфекции вирусные, вообще-то вирусов, которые вызывают их, более 200 различных. Вот, но они отличаются, может быть, чем-то отличаются именно по своей симптоматике. Какие-то вирусные инфекции более легко протекают, какие-то более тяжело протекают. К примеру, если говорить о аденовирусной инфекции, то она поражает еще слизистые оболочки глаз, то есть, тут присущ конъюнтивит, причем даже гнойный может быть конъюнтивит. То же самое с температурой, с высокой, здесь катаральные явления более выражены, допустим, насморк, кашель. А грипп чаще протекает именно вот как бы на сухую, без сильных таких катаральных явлений. То есть, конечно, огромное количество, увы, этих заболеваний, да, и в любом случае, подытожив первую часть нашей программы, хочу сказать, что нужно обратиться к специалистам, ни в коем случае не заниматься самолечением. А вот о том, какие ошибки люди делают, не обращаясь к врачам и начиная лечить болезнь самостоятельно, мы узнаем после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Мы как раз остановились на том, что многие занимаются самолечением гриппа, и тем самым делают только хуже себе же. Так вот, каковы вот эти основные ошибки, которые люди допускают при самолечении? Ну, во-первых, нужно отметить то, что респираторные вирусные инфекции не лечатся сразу антибиотиком. То есть, если, допустим, развивается такое сложение, как пневмония, это, как правило, подсоединение зачастую уже бактериальной флоры, у нас более 30% это смешанная, смешанная теология идет пневмония, то есть вирусная плюс бактериальная, то именно непосредственно сама вирусная инфекция антибиотиками не лечится. А у нас очень часто население делает, что температура поднялась, кашель, насморк появился, сразу хватают антибиотик. Сами себе назначат. Причем, как правило, в аптечке в домашней у женщин имеется какой-то определенный, любимый запас своих антибиотиков. Это точно. Зачастую он не действует, нет точки приложения к тому заполиманию. Я, насколько помню, у моей мамы любимый антибиотик в моем раннем детстве был, это тетрациклин. Он всегда у нас присутствовал в аптечке. Кстати, такие антибиотики и такое лечение, в общем-то, может привести и к довольно-таки плачевным результатам, потому что неправильное назначение антибактериальной терапии может спровоцировать еще более худшее состояние у человека. Некоторые антибиотики обладают нефротоксичным, к примеру, действием, то есть воздействуют на почки, если передозировка или неправильно назначили, или в сочетании с каким-то другим препаратом, который никак не сочетается с данным антибиотиком, то здесь уже может быть как бы чревато-плачевными какими-то последствиями. Другой момент, это то, что у нас, опять-таки, практически в каждой аптечке дома имеется аспирин. Ни в коем случае при вирусной инфекции аспирин не назначается, потому что тяжелые последствия, опять-таки, будут именно при приеме, при респираторных вирусных инфекциях именно аспирина. А какие могут быть последствия к тему? Есть такой, так называемый, синдром Рея, то есть это очень тяжелое состояние, может провоцироваться прием аспирина при вирусной инфекции, и даже кровотечение различное, желудочное кровотечение, может быть поражение надпочечников, то есть это очень, конечно же, серьезное поражение печени может быть, поэтому, конечно же, аспирин самостоятельно ни в коем случае не принимать, только если врач знает, врач назначает. И вообще никаких препаратов лучше без врача, родители, если сами не медики, то лучше, конечно, не использовать. Евгения Анатольевна, какие сегодня вакцины от гриппа существуют, каковы их разновидности? Вакцинация на территории Российской Федерации у нас проводится вакцинами, зарегистрированными на нашей территории. На сегодняшний день у нас вакцинация проводилась отечественным препаратом, это вакцина Сови Грипп. Были также вакцины на коммерческой основе и в нашем центре, и в частных центрах вакцинопрофилактики. Все они дают достаточно хороший, адекватный ответ. Что касается эффективности иммунизации, эффективность иммунизации при вакцинации против гриппа достигается, как и при любой другой инфекции, 95-98%. Все равно остается 2% людей, которые не отвечают на вакцины. Но это не значит, что они остаются незащищенными. Возможно, это же категория людей и не отвечает и на саму инфекцию. Но это довольно-таки определить сложно, то есть это нужно изучать геном человека, поэтому всегда есть исключения. Да, всегда есть исключения. И сказать именно, что этот человек даст или не даст адекватный ответ, на сегодня, конечно, мы это не можем. Но все равно на сегодняшний день вакцинация, как я уже говорила, является самым эффективным методом борьбы с инфекционными заболеваниями. И вот что касается все-таки вакцинации против гриппа и даже той и пневмококковой инфекции, то, конечно, прививки против гриппа надо начинать с осени. И, как правило, это начиная с 1 сентября, когда начинается прививочная кампания. Чем раньше человек привьется, тем выработается адекватный иммунный ответ, и он будет готов к началу эпидсезона. Но, тем не менее, как мы говорили в первой части нашего выпуска, что еще не поздно сделать прививки. Еще не поздно. Еще не поздно. И, как я уже сказала, на следующей неделе вакцина поступит в поликлинике. И те, кто не успел привиться в силу каких-то причин, то есть есть возможность привиться бесплатно, подчеркиваю, в поликлиниках по месту жительства. Помимо основных мер профилактики, которые мы сейчас перечислили, и методы лечения мы перечислили, я хочу перейти, так сказать, к народным. Татьяна Николаевна, какие из них действительно стоит применять, дабы укрепить свой иммунитет и не болеть, не быть подверженным гриппам, ОРВИ и другим заболеваниям? Мы так, знаете, скажем, не народные, может быть, методы, а не специфические меры профилактики. То есть специфическая – это у нас иммунизация, не специфические – это наши закаливания, проветривания и так далее. То есть, ну, конечно же, обязательно нужно закаливать организм, уже начиная с раннего, с детского возраста, различные меры закаливающих процедур. Это врач расскажет обязательно, на участке педиатр, и терапевт расскажет. Что сказать о проветривании? То, конечно же, обязательно проветривать помещение регулярно, несколько раз в день стараться проветривать, особенно перед сном проветривание необходимо. Влажная уборка очень важна. То есть не просто там как-то взяли тряпочку, махнули несколько раз по полу, а именно конкретная хорошая влажная уборка с каким-то средством, может быть, даже обязательно и раза два-три в день и в помещении, и как дома, также и где-то в офисе необходимо для того, чтобы снизить риск распространения инфекций. Дело в том, что вирусы инфекций распространяются где-то на 2-2,5 метра. Человек чихнул, либо он разговаривает больной, и вот эти возбудители инфекции с капельками слюны распространяются везде. Они оседают и на столе, они оседают где-то на дверных ручках, когда человек взялся за лицо, и потом взялся за дверную ручку. То есть все это, естественно, нужно протирать, нужно обрабатывать, конечно, тщательно. Что касается других мер профилактики, то поливитаминные препараты нам обязательно сезонные. Вот сейчас осенью необходимы поливитаминные препараты, которые содержат в своем составе витамин А, группы В, витамин С, витамин Е. Они необходимы. Ну, здесь, конечно же, нужно говорить о том, насколько человек способен по цене приобрести препараты. Но у нас в аптечной системе, в общем-то, существует большая вариация цен препаратов от дешевых, нами привычными, очень такой любимый, еще с нашего детства, это Ревит, и до более таких современных препаратов, которые стоят, может быть, дороже. Ну, совершенно не значит, что какие-то наиболее эффективные на какие-то совсем там неэффективные. Вот, все они имеют место быть. И есть такие препараты, витамины, которые в своем комплексе содержат еще и микроэлементы. Вот, то есть, все это необходимо учесть и принимать такие витаминные препараты. И, естественно же, когда у нас повышен сезон заболеваемости вирусными инфекциями, постараться как можно меньше присутствовать в каких-то местах, где очень много скапливается людей. Может быть, лучше даже пройти пешком, а не толкаться где-то в душном транспорте. Вот в этом, да, можно где-то лучше пройти пешком. Хорошо себя зарекомендовала оксалиновая мазь. Та же самая наша привычная, когда смазываются, обрабатываются носовые ходы, и она может защитить в течение нескольких часов, особенно когда едет человек в общественном транспорте. Нужно перед этим, конечно, воспользоваться. То есть, мер профилактики немало. Поэтому стоит прислушиваться к каждым, использовать каждую, стараться, и, конечно, не болеть. В первую очередь я желаю нашим телезрителям, желаю вам, чтобы в этом году у нас миновала вспышка гриппа сезонная. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин